Минувшее воскресенье 13 июня на территории клуба Балтас Мустангас прошли соревнования по конному спорту, в котором участвовали дети и взрослые. Несмотря на то, что клуб географически расположен на территории Заросайского района в деревне Лавдены, он считается висыгинским. Члены этого клуба со своими питомцами принимают участие почти во всех городских праздничных мероприятиях. На данный момент в конюшных клубах содержится 14 лошадей, часть из которых является собственностью членов клуба. Дети, которые занимаются более серьезно, чем просто прогулка по лесу и хотят добиться каких-то успехов в спорте. Чтобы добиться успеха в спорте, должна быть своя лошадь. Дети приходят и ходят, и ухаживают, и лошади запоминают, помнят. Они очень привязываются, может, не так, как собаки, но у них очень хорошая память. И, конечно, за то, что человек его и холит, и лелеет, гладит, и присматривает. Да, они отблагодарят верностью и преданностью. И бывают в соревнованиях трудные моменты, где лошадь выручает всадника. И с трудной ситуацией, так сказать, вытягивает его. Самому младшему всаднику в клубе 8 лет. Сюда приходят покататься дети и помладше. Однако, по словам Ирины, чтобы заниматься этим видом спорта серьезно, нужно немножко подрасти. И не только физически, но и морально. Несмотря на то, что основа конного спорта – это дрессировка, все же лошадь – это большое животное, и с ним нужно суметь справиться и не запаниковать в сложной ситуации. Они очень чувствуют страх. Если человек по панике подается, лошади очень чувствуют это. И тогда получается обратный эффект. Человек уступает животному. В этом дуэте не может быть равноправия, к сожалению. Должен кто-то быть главный. И если в этот момент главный не человек, то это значит лошадь главный. А животное принимает, если решение, то не в пользу человека. Ну, кажется, что, да, лошадь делает все, все, как сказать, сама, сама, да. Но она сама абсолютно ничего делать не хочет, кроме того, чтобы пастись и отдыхать. А, да, все остальное – это труд всадника. И чем гармоничнее они смотрятся, тем, можно сказать, отдать должное всаднику, значит, он тем лучше оттачивает свои навыки управления лошади. Есть у членов клуба и свои достижения. Ездили вот на прошлой неделе в Аникщай. Такая Ася на Варенисе заняла пятое место из тридцати. В прошлом году ездили в Вильнюс. У Райлов таких выступали, где Сандра Крепенати на огоне, вот на этой серой лошадке маленькой. Она прыгала 80 сантиметров высоты. Участников было 112. Она заняла четвертое место. Называется дисциплина конкурс, которые прыгают. Да, а эта высота бывает разная. Там может и 30, и 40, и 60. Все эти 30, 40, 60 – это для лошади просто разминка. А все, что выше 60, то это уже работа для лошади. Прыгать 80 и метр, и выше. Это уже нужна хорошая подготовка лошади. Не каждая лошадь может прыгнуть такие высоты. Ну и, конечно, нужно, чтобы всадник научился не мешать лошади делать прыжок, а еще и помогал бы. Дисциплина, в которой принимали участие юные наездницы в минувшее воскресенье, называется конные пробеги. В чем же особенность этого вида соревнований? Это больше стратегическая дисциплина, где нужно уметь правильно рассчитать и скорость, и дыхание, и пульс, то есть, чтобы лошадь вернулась с трассы здоровая. Сегодня побегут они 10 километров. Маршрут они должны преодолеть за определенное количество времени. Если они его преодолеют быстрее, чем положено, то это будет дисквалификация. Если они не уложатся во времени, то тоже будет дисквалификация. Они должны уложиться именно в определенный интервал времени, то есть, суметь правильно поддержать нужную скорость. Через минуту после завершения трассы и пересечения финишной черты у лошади измеряется пульс, который должен быть около 60 ударов в минуту. Ну, сегодня мы немножко упростим задачу нашим всадникам молодым, и через 2 минуты после финиша мы будем измерять пульс. Какой он будет, такой будет. Но на самом деле, если лошадь восстанавливает до 60 ударов в минуту, считается, что она восстановила свое дыхание, и все отлично. Чем быстрее лошадь умеет восстанавливать свое дыхание, тем лучше. Мы на соревнованиях в прошлом году бежали, то это было... Восстанавливались лошади и за минуту, пробежав 20 километров, да. Это нужно очень хорошо подготовить коня, чтобы он так умел быстро восстанавливаться. По словам Ирины Крупинени, подготовку лошади к заезду можно сравнить с техосмотром автомобиля. Его нужно привезти, почистить, осмотреть. Нет ли каких травм. Это любая чистка лошади, в первую очередь, как осмотр. Знаете, как машина перед поездкой в дальнюю дорогу. Нужно проверить масло, на месте ли колеса, не спущены. Так и здесь с лошадью мы приходим, начинаем его чистить, и смотрим, все ли в порядке, не отвалилась ли подкова. И все расчесываем, причесываем его. Тогда седлаем. Все учатся правильно седлать и сдать, но те, которые еще такие новички, всегда перепроверяю. Потому что неправильная седловка приведет просто к травме спины лошади, которая может вывести лошадь на определенное время из строя. Так что лучше перепроверить. А те, кто уже имеет своих лошадей, они уже опытные в этом деле, научились хорошо и седлать, и сдать, чистить. Поэтому тут уже перепроверка как бы не требуется. Максимум, что просят девчонки помощи, затянуть подпругу. В силу того, что сил еще не хватает в 13-летнем, 14-летнем возрасте. Поэтому помогаем им, да. Всего в клубе «Балтас Мустангас» 15 членов. Но в прошедших соревнованиях смогли принять участие только 7 из них. В детском заезде места разделились следующим образом. Первое место – Клеопатра Пальчих и Конь Хайби. Второе место – Эгли Пучинайте и Лошадь Агона. Третье – Русени Нарбутайте, также в заезде на Лошади Агона. На четвертом – Анастасия Зизева с воспитанником Конописом. На пятом – Аксинья Позднякса с кокуном Варенис. И на шестом – Дарья Егорова с конем Тилтас. Ирина Крупиня не верит, что конный спорт в Висогенесе будет идти по пути развития и привлечет в себя новых поклонников этих замечательных животных. Однако этот пока еще эзотический для нашего города вид спорта сегодня сталкивается и с трудностями. И площадка нужна, и, конечно, многое останавливает, что нет зимой условий для этой верховой езды, так как то снег, то лед, нет манежа, который, конечно, бы очень облегчил бы жизнь. Вот. Ну, мечтать всегда можно. А по территории сколько, примерно, необходимо для такого манежа, чтобы организовать? Ну, манеж можно разный строить, и 12 на 24, опять же, в принципе, конечно, чем больше площадь, тем лучше, потому что есть где, как это, простор, разгуляться, и где сейчас ездим на соревнования, там, Горсмаркет или Аудрувис вот в Йонечкис на следующей неделе поедем, то, конечно, там на европейские деньги сделаны, ну, все это европейские стандарты, и, конечно, это красиво и здорово, и безопасно для лошади, и для всадника, конечно. Пожелаем организаторам и участникам клуба новых побед, новых успехов и гармонии со своими питомцами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok